Передачу представляет Медицинас Центрс Арс и Веселебес Центрс Четри. Медицина Центрс Четри. Как же понять, можно ли обойтись доступными в аптеках медикаментами, которые отпускают без рецепта, или все же надо идти к врачу-гастроэнтерологу? Если жалобы начинаются недавно, если человек не может их сам с чем-то связывать и, ну, как сказать, они продолжаются, тогда, конечно, надо приходить к специалисту и выяснить эти жалобы, может делать обследование. Гастроэнтеролог – врач, специализирующийся на диагностике, лечении и профилактике болезни пищеварительного тракта. Если есть жалобы, то визит к специалисту очень важен, чтобы как можно скорее установить причину и подобрать наиболее подходящий вид лечения. Самые частые заболевания пищеварительной системы – это сейчас болезнь гастроэзофагиального рефлюкса и болезнь раздраженного кишечника. Чувство жжения за грудиной, которое особенно появляется после приема пищи – это первый сигнал, что, возможно, у вас серьезное заболевание органов пищеварения, рефлюксная болезнь. Это связано с нерегулярным питанием, нашим режимом работы иногда, когда человек кушает редко, потом на большом количестве, кушает сразу перед сном и ложится спать, тогда со временем появляются такие жалобы. Причина болезни – попадание желудочного сока в пищевод. Это приводит к повреждению слизистой, воспалению, появляется чувство жжения и боли за грудиной. Если рефлюксную болезнь не лечить, она может привести к серьезным осложнениям, например, язве пищевода или даже раку. Это первый режим питания, диета, специальные продукты, которые кислые, надо ограничить, кофе и содержимые напитки надо ограничить, в том числе и алкоголь, легкие, вино, шампанское, пиво и продукты, которые очень кислые, соки, фрукты, ягоды кислые, лучше не кушать. Маринадами надо быть осторожными, кушать понемножку и почаще, не переедать и не кушать перед сном. Второе самое частое заболевание, с которым люди обращаются к гастроэнтерологу, это синдром раздраженного кишечника. Это болезнь раздраженного кишечника, это функциональное заболевание, оно вызывается при измененной работе мускулатуры кишечника, ферментами, которые выделяются в стенке перед кишечника, и микрофлорой, которая живет в кишечнике. Это и связано с нервной системой, стрессами. Характерные жалобы при этом заболевании – диарея или, наоборот, запор, а также боли в животе, спазмы, вздутие, газы и тошнота, особенно после еды. Есть случаи, которые можно легко вылечить, если больной может, как сказать, справляться с своим стрессом, изменить свое отношение к жизни и соблюдать диету. Врач подчеркивает, человеку нужно обратить особое внимание на здоровье своего пищеварительного тракта, если появились внезапные длительные боли, стремительная потеря веса или примеси крови в кале. Ведь подобные симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний. Эти заболевания уже более серьезные, да, и одна из таких проявлений рака толстого кишечника – это примес крови калу. Конечно, к этому надо относиться серьезно. Сразу идти к врачу, к адресу энтерологу, и там нужно эндоскопическое обследование в таких случаях. Данные статистики гласят, колоректальный рак – одна из самых частых причин, которые ежегодно забирают человеческие жизни, так как, к сожалению, болезнь обнаруживают слишком поздно. Своевременная профилактика – это самый верный способ себя защитить. Поэтому, если ей жалобы или в вашей семье были случаи онкологических заболеваний, не откладывайте визит к врачу, своевременно запишитесь на прием к гастроэнтерологу. Эндоскопию, гастроскопию рекомендуется провести при жалобе, когда боли в верхней части живота, в области желудка, когда тошнота, рвота и изжога. И нижнюю эндоскопию – это обследование кишечника, толстой кишки, мы можем еще посмотреть 10-15 см тонкого кишечника. Это рекомендуется сделать, когда понос, когда примес крови, калу, похудение. Это главные эти жалобы. Гастроскопия или верхняя эндоскопия – это обследование пищевода, желудка и 20-перстной кишки. Самый точный метод для диагностики и лечения желудочно-кишечного тракта. Важно знать, чтобы облегчить проведение процедуры и устранить чувство дискомфорта или страх, верхнюю эндоскопию можно выполнять под легким наркозом. У нас сейчас современная эндоскопическая техника, самая развитая, из фирмы «Олимпус». Нам помогает в таком смысле, что мы можем лучше видеть, что на стенке, на слизистой образовании мелкие лучше мы можем увидеть. Оборудование новейшего поколения позволяет одновременно проводить диагностику и медицинские манипуляции, например, снятие полипов, лечение кровоточащей язвы или проводить биопсию, изъятие образцов слизистой ткани для оценки риска опухоли. Холоноскопическое обследование для пациента абсолютно безвредное и безболезненное. Его проводят при легком наркозе. Я советую сделать колоноскопию у каждого человека один раз в жизни. Это где-то около 50-летнего возраста. Потому что если там есть полипи, мы можем их убрать. И мы можем предупредить этот рак толстого кишечника. Если есть какие-то факторы риска, как, например, рак толстой кишки в семье, тогда тоже надо это делать уже раз ранее, до 40-летнего возраста. Стоит отметить, что боли в желудке, вздутие, запоры могут быть связаны и с другими заболеваниями органов брюшной полости. Поэтому довольно часто пациентам рекомендуют пройти также сонографическое обследование брюшной полости. У ультрасонографии очень широкие возможности для обследования современным оборудованием, которые нам доступны. Начиная с передней брюшной стенки, если мы говорим о каких-то травмах, инфекциях или обследовании шрамов. А также, начиная с обследования печени, оценить нормальные перенхимы, структурные изменения, а также поджелудочную железу желчный пузырь, обследуя почки, мочевой пузырь, оценить, не было ли жидкости в брюшной полости. Во время сонографии мы можем обнаружить свободную жидкость небольшого объема, которая может указывать на какие-то нарушения желудочно-кишечного тракта, на какие-то воспалительные изменения в брюшной полости. Так что возможности обследования очень широкие. Если во время гастроскопии или сонографии не выявлены причины жала пациента, тогда как дополнительный метод диагностики рекомендуют магнитный резонанс. Магнитный резонанс – это довольно серьезное обследование. И наше задание на где-то 100% стараться ответить на вопрос, пациент здоров или что-то с ним не в порядке. На магнитном резонансе хорошо можно обследовать печень, потому что обследование довольно сложное. Там есть несколько совсем разных снимков мы получаем, и доктор потом сидит и анализирует все эти снимки. И насчет этого мы можем сказать с большой вероятностью эти доброкачественные изменения и можем наблюдать, или что-то нехорошее, и тогда надо быстрее действовать. Говоря о магнитном резонансе пищеварительного тракта, стоит отметить магнитно-резонансную энтерографию. Это особый вид обследования, во время которого применяют контрастное вещество, чтобы получить детальное изображение тонкого кишечника. Есть специальные обследования для тонких кишек. Но там надо специально подготовиться. Важно, что специалист направляет на это обследование, потому что у него есть конкретный вопрос, на который мы должны ответить. Обычно эти разные воспалительные заболевания тонкой кишки, например, заболевание крона или туберкулез, или какой-нибудь другой воспалительный процесс. К радиологическим обследованиям брюшной полости нужно упомянуть также компьютерную томографию. У каждого метода есть свои преимущества. У каждого метода есть область, где мы можем что-то лучше видеть и лучше различить. Компьютер обычно легче сделать, быстрее сделать и для пациента, и для врача, чтобы понять, в чем проблема и что нам надо дальше делать с пациентом. Если мучает жжение, вздутие живота, болит желудок, запоры или диарея, и особенно если заметили примесь крови в кале, не ждите, что проблема пройдет сама собой. Отправляйтесь к врачу, ведь вовремя обнаруженное заболевание – это залог успешного лечения.